Привет-привет, дорогие друзья! С вами Amway921 и уже вовсю вышло самое ожидаемое обновление тысячелетия 9.12, в котором Centurion Action X выступил на замену британского среднего танка 10 уровня FV4202. Как по мне, тот, который 4202 был самым худшим ST-10. И самый главный вопрос, который напрашивается, а стало ли лучше? Заменили ли этот танк на какую-нибудь достойную машину, которая бы решила ряд вопросов, которые возникали с FV4202? И в этом видео я и постараюсь вам дать ответ. Ну а прежде всего, конечно, невозможно вот так просто взять и не полюбоваться этой прекрасной моделью. Вот здесь уже точно без всяких скидок сама модель, как ее сделали, как она вообще в целом выглядит, это просто, конечно, вау. Отвал башки. Так много здесь деталей, что я даже не рискну их всех назвать. Но как много всяких штампов здесь. Какая-то вон маскировочная сетка лежит в заднем багажнике. И все, что только можно здесь наблюдать, вызывает реально дикий восторг. Эти кожухи на орудии. Ну просто-просто вау-вау. Здесь вот к чему не придраться, это точно. Ну в целом, что у нас здесь, если вот в двух словах из главного? Отобрали, наконец, не особо-то нужные хэш-фугасы у главного орудия, пушки L7. Поскольку игроки в целом не смогли в хэш-фугасы. Ну почему не смогли? Потому что их использовать, право слова, не очень сподручно. Поскольку у них бронепробитие 210, а всякая гусля и экран, встречаемая на пути, сильно их гасит. Ну вот так вот выглядел 4202. Для вас засейвил картинку чисто в капсуле времени. Да, конечно, модель вся квадратная, катки квадратные, стол квадратные. Но самое главное, что у этого танка были эти хэш-фугасы. Если бы механику их реализовали таким образом, что они работали бы как ББшки, только с меньшим бронепробитием, но свыше разовым уроном, то было бы более чем норм. Ну имеется в виду, что бы они пробивали всякие эти экраны, взрывались внутри танка, а не снаружи. Но тогда, увы и ах, ах, рухнет земля. Такого делать, конечно, нельзя. Именно по этой причине, собственно, нет нормальной голды у FV4202, а раз нет голды, то и нет никакой уверенности в пробивании каких-нибудь там особо крепких целей. Ну, короче, сравним бронирование. Было-стало. Прежде всего посмотрим на коллежен модель FV4202, какой он был. А я вам напомню, у танка не было маски как таковой, то есть там нет никакого экрана, и он единственное, куда не пробивался, это в ВЛД. Башня имеет три группы брони, та, которая самая красная, там почти 200, сверху 125 и вот такие щеки по 120. Иными словами, вот в верхней части, в шапке башни, приведенки примерно 285. То есть, что-то там еще отскакивало, знаете ли. Что-то отскакивало. От ВЛД отскакивало и от макушки, скажем. То у ActionX об этом уже можно смело забыть. У него теперь две группы брони, все, что красное, это 198 мм, то есть маски так же нету, все, что прилетает в вертикальную часть, пробивает. Собственно, верхняя часть 86 мм, там приведенки стало вовсе 200, и в ВЛД те же 120, которые остались, но угол стал сильно хуже. И там приведенки 222, а было у FV-шки 354. Короче, в двух словах. Понерфили броню у топового британца раза так в полтора. Теперь его будут прошивать одинаково успешно почти в любое место башни и в любое место корпуса. Если хотя бы 42-02 еще имел шансы отбивать, то этот парень уже нет. Это называется, мы хотели сделать как лучше, а получилось исторично. Ну, теперь смотрите. Вот с одной стороны, конечно, глупо отрицать масштаб трагедии. Да, это просто пипец какой. Приведенки в ВЛД было 350, стало 220. Если раньше не каждый голдоснаряд пробивал в ВЛД FV-40-02, то ActionX каждая ББ-шка теперь пробивает. От любого, кого мы встретим в бою. Это не круто. Но при этом, чтобы вы знали, этот танк раньше был такой псевдо-бронированный. То есть его нельзя было одновременно сравнивать или противопоставлять каким-нибудь там крепкобашенным, СТ-шкам, например, советским, которые могли там чего-то где-то танковать. Ну, то есть врываться и там от башен, от рельефа чего-то наигрывать, типа того. Теперь же он шагает в один ряд вместе со стеклянными этими СТ-шками. С Леопардом-1, с СТБ-1, с кем там еще, с АМХ-30Б. Ну, вот с такими типами танков. То есть на нем ехать на врага и не получить урон, можно только уворачиваясь и прятавшись за укрытиями. Броня теперь все, как бы не канает. И это, ну, вроде кажется плохо, да, танк убили, но, с другой стороны, ему сильно увеличили максимальную скорость. То есть раньше это был псевдо-бронированный и очень медленный танк. Он быстро подрывался, у него была удельная мощность отличная, за 20 даже, но максималка в 40. Как бы ты там быстро не набирал эту скорость, ты вот ее еле-еле потом держишь. 40, это далеко не 60. Осталось сейчас 53. 53 кмочи. Это уже цифры сравнимые с одноклассниками, с советскими СТ-шками, там в том числе и со всеми остальными. Возможно, ну, не со всеми, да, но в какой-то мере, короче говоря, он стал более оправданный, как вот реально такой стеклянный СТ, а не псевдо-бронированный. То есть ХЗ как к этому отнестись? Ну, танк реально понерфили, да, вот в плане брони это факт, но его, скажем, разработчики как бы перевели вот в такую вот, в другую палату, короче. Не к умным, а к красивым. Вдобавок ко всему, ранешние хэш-фугасы от FWS-RW-02, они очевидно предназначались для ближних и средних дистанций, но дальняк ими выцеливать нереально. Потому как ими нужно ювелирно попадать в тонкую броню, не в экраны, не в гусли, а ведь только в тонкую броню, тогда они как бы уместны, тогда они оправданы, что ли. И сейчас, когда хэш-фугасы поменяли на обычные кумуляки с бронепробитием в 330, отпала как бы даже и необходимость сближаться с врагами. Ну, то есть, я к тому, что вот если еще раз посмотреть на это все как бы со стороны, то раньше роль FWS-RW-02 на поле боя была вообще неопределенной. Куда на нем ехать? Вблизи ли воевать? Вдали ли воевать? Вдали голда не помогает, скорости нет, чтобы быстро там по этим долям гонять или приезжать или выезжать. Теперь стало все как бы более прозрачно, что ли, но другое дело, что ничего нового не появилось. Вот с другой стороны беда. То есть, да, танк, ему роль на поле боя поменяли, она стала более осязаема, то есть это определен теперь снайперский танк, и в упор на нем воевать не камильфо. Но в то же самое время, это уже очередной, блин, то уж какой четвертый или уже энный, назовем, такой танк, который картонный, с отличной пушкой L7, с этими подкалиберными местными боеприпасами и все такое. То есть, ну, как бы, World of Разнообразие получается. Ну, а все остальные цифры остались прежними привычными. Другое дело, правда, что если вы остальные цифры как бы никак не прочувствовали и не знали, то я с удовольствием в оставше все время как бы и подискутирую на их счет. В целом, пушка дикоточная, 0.32 разброс, время сведения, правда, не сверхрекордное, но более-менее норм, как и стабилизация, в принципе, 2,1 секунды время сведения. ДПМ у танка 2.700, то есть это не 3 тысячи, как у топовых, там, советских СТ-шек, но у всех, как бы, одноклассников, вот с Альфой в 390, ДПМ в 2.700 это норма, то есть тут тоже ничего, скажем, сверхнового. Пушка опускается вниз по-прежнему дико здорово на целых 10 градусов, поднимается также отлично на 20. У танка плюс еще и обзор офигенный в 410 метров, то есть ему, скажем, особенно необходимости нету ставить оптику, если у вас экипаж прокачан на обзор и вы выбрали, например, вентиль и какой-нибудь там доп. паек вместо этого всего дела. Может быть, среди таких микроскопических отличий от FV4202 еще можно назвать сопротивляемость грунтов, поскольку она здесь на чуть-чуть лучше, но там настолько на чуть-чуть, что разницы практически нету. Возможно, эта разница сделана для того, чтобы компенсировать удельную мощность, поскольку неожиданно так оказалось, что у ActionX двигатель чуть слабее в удельной мощности на тонну, 19 лошадей вместо 20, и, наверное, как раз этой сопротивляемостью все это и пронивелировано. Ну что, соберем все в кучу, да, подытожим, что же получается такое вот Centurion ActionX, как его готовить и радоваться ли вообще в целом ему. Прежде всего, важно понимать, что теперь геймплей должен измениться и он стал более прозрачным. Это, очевидно, танк дальнего какого-то боя, второй линии там очередной, как и многие другие. Здесь, в общем, ничего, во-первых, нового, ничего сверх такого необычного, к чему стоило бы привыкать, например, или типа того. Это, ну, как по мне, даже хорошо. Другое дело, что, правда, все другие показатели не улучшились, кроме максимальной скорости, а можно было бы, например, и точно сделать танку 0.3, как, например, у всяких там этих немцев. Что такого-то? Потому что танк в целом-то ничем не лучше того же, например, Леопарда, но у того почему-то и пушка быстрее сводится, и точнее, и вообще в целом. Ну да, максималка возросла, и теперь совсем не ощущается какой-то медлительности у танчика, теперь совсем не ощущается такого, что ты вроде бы СТ, но поехал с тяжами куда-то. Теперь чисто вот по дальним тропам можно ездить по СТшным и всякими там развлекаться дальними стрелушками. Исходя из всего уж сказанного, можно ли теперь считать Centurion Action X самым худшим СТ-10? Ну вот теперь уже язык не поворачивается так назвать, потому что вместе с ним и остальные их можно было бы считать самым худшим. А Леопарда 1, СТ-Б1 там и того же самого MX-30B худшим я точно не считаю. Теперь как-то так оказывается, что, судя по всему, Паттан 3 занимает худшее место среди всех СТ-10. Ну а это вроде как положительное изменение, либо мне так кажется субъективно. Но в любом случае я продолжу, это вот бой был на тестовом сервере сыгран, продолжу и на основе покатываться на том танчике, пока он у меня оказывает впечатление гораздо больше, гораздо лучше, чем то, что было. Потому что то, что было, я не полюбила. На сегодня все, подписывайтесь на канал, жмите лайк, если вам понравилось это видео, до новых встреч, удачи в новом патче, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok